Из года в год новостная лента пополняется известиями об обнаружении безымянных захоронений. Установить личности погибших зачастую просто невозможно. Документы и какие-либо опознавательные знаки в могиле – большая редкость. В случае анализа, допустим, игрокомосомы, можно провести такой глобальный поиск по мировой базе данных, поскольку интерес давно возник за рубежом в плане определения родственных связей. И все это, естественно, вышло из направления криминалистики. Их имена канули в лету. Около 5,5 миллионов фронтовиков со времен Великой Отечественной войны и по сей день считаются пропавшими без вести. И, казалось бы, этот статус уже ничто не сможет изменить. Однако современная наука способна на многое. Спустя 77 лет герой безымянных могил появится на страницах истории. Проект ДНК идентификации по своей сути является уникальным. Хотя идея исследования и зародилась еще в начале 2000-х, ранее никто не занимался подобными исследованиями массово. По инициативе Александра Коноплева, председателя регионального отделения поискового движения России в Республике Татарстан, на базе научной лаборатории Казанского федерального университета был создан пилотный проект для исследования останков солдат из безымянных захоронений Ленинградской области. Те бойцы, которые не опознаны, соответственно, по родственникам ныне живущим можно было провести их идентификацию. Допустим, если нет никаких опознавательных знаков у бойцов, то можно по ДНК, соответственно, если есть живые родственники, соответственно, можно провести спокойно, скажем так, генетическое опознание. И уже спокойно с честью, с почестями, с доблестью перезахоронить. Работа над проектом началась еще в декабре 2021 года. Сейчас сотрудники лаборатории занимаются исследованием в свободное от основной работы время. По окончании проекта планируется открытие лаборатории, которая будет специализироваться на ДНК-идентификации. Маргарита Михайлова, Фариз Ахит Аглы, Универньюз.